Предварительно установлено, что злоумышленники проникали в подвальные помещения многоквартирных домов, где похищали регуляторы давления, оставляя жителей без водоснабжения и тепла. Только в высотке 11 микрорайона Саратова ущерб от действий злоумышленников составил 360 тысяч рублей. В настоящее время поступило 8 таких заявлений. Установлены факты противоправной деятельности как на территории Саратова, так и в соседнем Энгельсе. В ходе осмотров домов у нас получилось так, что мы выявили данную кражу и незамедлительно обрастились в органы внутренних дел. Благодаря их неоперативной работе, к счастью, получилось так, что виновные были задержаны и данное оборудование будет скоро возвращено именно жильцам этих многоквартирных домов. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Общая сумма материального ущерба устанавливается. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали трех подозреваемых. В настоящее время двое из них заключены под стражу, одному избранным меропресечения в виде подписки о невыезде. Хищенные теплодатчики, теплорегуляторы куда сбывали? Сбывали в Москву. И сколько у вас за один теплорегулятор получалась выручка? В зависимости от размера и его функций. В среднем? 10-15 тысяч. Денеж, средства на что тратили? Кто на личные нужды, кто на я на кредит? Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности. Имеются основания полагать, что участники группы могут быть причастны к совершению аналогичных преступлений в других регионах. Анатолий Чернов, Ольга Иванова, дежурная часть Саратов.